МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Терминасова Светлана Григорьевна. Президент факультета иностранных языков и регионов ведения, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой теории преподавания иностранных языков, председатель научно-методического совета по иностранным языкам при Министерстве образования и науки Российской Федерации, президент Национального объединения преподавателей английского языка России, президент Национального общества прикладной лингвистики. Мы продолжим нашу беседу о судьбах языков и культур в эпоху глобализации и о роли языка как зеркало мира, жизни и культуры. Причем мира и внешнего, и внутреннего. Отражается внешний мир человека, и внутренний мир человека, и так далее. И, как я уже сказала, язык и культура неразделимы. И, соответственно, всему миру сейчас навязывается англо-американская культура. При этом тайные силы культуры действуют более эффективно. Заимствования языка очевидны. А вот влияние культуры, оно более скрыто. И поэтому более серьезно и более эффективно. Главным образом идет через книги, фильмы, песни. Культура к нам идет, соответственно, англоязычного мира. Компьютерные игры и так далее. И особенно большое влияние она оказывает, эта культура оказывает на молодежь. На детей, я бы даже сказала. Вот у меня есть некая компания внуков, которые мне поставляют очень хорошее сведение о том, что происходит с молодежью. Вот один мой внук, когда еще... Сейчас он уже вырос более-менее, но лет 10 назад, когда ему было 6 лет, когда он меня усаживал за фильм очередной, а фильмы в основном все-таки идут боевики, ну, вы знаете, какие идут фильмы, лучше, чем я. Он всегда говорил мне, вот сейчас будет одна сцена, бабушка, ты закрой глаза, это не для тебя. Для него это было нормально, понимаете. Хороший мальчик беспокоился о бабушке и говорил, это не для тебя. Понимаете, вот просто на личных примерах я вижу, что происходит. А дети – это наше будущее. И молодежь – наше будущее. Вы – наше будущее. И вот что с вами сделает наплыв англо-американской культуры, это очень серьезный вопрос. Уродуются оба языка при этом, и русский, и иностранный, потому что главным образом посредством очень плохих переводов. Жадные издатели, жадные кинопрокатчики. И в сочетании с тоже жадными, и недобросовестными, и некомпетентными переводчиками заваливают нас совершенно изуродованными языками, перевернутой картиной мира, отраженной языковой картиной мира, и так далее. Вот я заглянула как-то к своему внуку, десятилетнему, тогда ему было, это было давно, целых три года назад. Тогда еще геймбои были в качестве игрушки. А сейчас уже у всех, конечно, там всякие, боюсь что-нибудь наврать, планшеты. Ну не у всех, но так, мечта, или реальность. Другие уже. Но игры те же самые, между прочим. И вот образец перевода. Я заглянула к нему через плечо, и прочитала такое там, что у меня волосы стали дыбом, потому что там было так написано. «Кто вы, дети, и что вы тут делаете? Мы мистери инк». Ну что такое мистери инк? Мистера, может, перепутали? Нет, наверное, это название компании. Мистери – это значит по-английски «тайна», а инк инкорпорейтед. Но мистери инк по-русски звучит бессмысленно. Мы пришли проведать кузена Джеда. Джед, он украл мой мабер, вор. Его нет, как нет мабера у фламп и аниматронику. Нету аниматронику. Ну, понимаете, просто набор жутких слов. Дальше. «Сер» через «Е» написано. «Сер». Можно мы тут обсмотримся? Я бы хотела доказать вам, что Джед не виноват. Как хотите, только постарайтесь не сломать маберные, мабернее через «И» машины. А это что такое? Это очень ценные автоматы, которые делают маберные костюмы. Ложите туда мабер, поворачиваете ручку, выбираете костюм и вуфля. Вот это я прочитала. Это то, на чем рос мой вполне, мне казалось, нормальный внук. И ведь никто не проверяет, никто не смотрит качество перевода. А фильмы? Я могла бы вас долго развлекать, если бы у меня было время, переводами кошмарными, нелепыми, дикими, абсурдными, когда поспешные переводчики, поспешным кинопрокатчикам, скорее, 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 чтобы больше денег. Понимаете? Вот жадность погубит общество. Вот это вот коммерциализация, это погоня за беспрерывной, за легкой наживой. А что делается с детьми? И спросите у них, кем они хотят быть. Все хотят быть бизнесменами. Бизнесменами. Больше никем. Потому что, чтобы быстро, легко, без забот, много денег заработать. И все это идет. Что теперь получается? Вот на примере нашей страны особенно ярко видно проникновение чужой культуры. Потому что у нас как бы не было иммунитета. Мы сидели за железным занавесом, и у нас получился такой своего рода культурный спид. Отсутствие иммунитета на чужую культуру. Поэтому мы уже радостно исправляем чужие праздники. Хэллоуин радостно, хотя, несмотря на протесты в православной церкви, свистого День Святого Патрика, любители ирландского пива идут, исправляют День Святого Патрика, шествия по Новому Арбату в Москве. По этому поводу все озабочены. И ученые, философы, историки, психологи, культурологи, гуманитарные, особенно науке этим занимаются, давно уже бьют тревогу. Но справиться с этим очень трудно. Кстати, я должна сказать, что в этой кампании, кампании против засилия англоязычного мира, очень большую роль играют странным образом и в том числе британские лингвисты, ученые. Там есть такая группа людей, которые объявляют эпоху, современную эпоху, эпохой языкового империализма, имеется в виду английский язык, даже языкового фашизма. Вот. Что это, расизм и так далее. И под влиянием английского языка и английской культуры, потому что каждый язык, как я уже сказала, заряжен обязательно культурой. Он не просто язык. Этот язык несет в себе традиции, обычаи, менталитет другого, чужого народа. И, соответственно, в нашей культуре уже происходят изменения. И некоторые уже произошли. Вот я вам кратко перечислю. Например, уходит отчество в деловых кругах. Правильно сказал Иллистратов, в деловые круги. Деловая речь в первую очередь поддается в бизнес-речи, в бизнес-круги. В сфере бизнеса, простите, в сфере бизнеса особенно заметно влияние глобального языка. Деловая в бизнес-карточках, в визитных карточках бизнесменов отчества никогда нет. И когда я их спрашиваю, например, говорю, простите, а как ваше отчество? Это не нужно. Я говорю, ну, если я вам позвоню, знаете, мне вот будет неловко сказать, позовите Андрея или позвоните по Дина Сидорова. Вот я бы хотела знать ваше отчество. Нет, нет, это не нужно. Ну, у меня много таких примеров про судебный рак. Но в лучшем случае инициал ставится. Но чаще всего только отчество уходит. А отчество, это все-таки очень важная часть нашей культуры. Я, например, никогда не откажусь от своего отчества. У меня был хороший, очень любимый мной и любящий меня отец. И я рада, что во мне есть Григорьевна. Что вот я, чтобы я не делала, папа здесь. Понимаете? Для меня это важно. Я не хочу быть Светланой Тарминасовой. Хочу быть Светланой Григорьевной. Ну, на определенном возрастном уровне. Это, мне кажется, мы много потеряем. Еще такой мой любимый пример всегда был о разнице между нашими языками, отразившими разные культуры, это то, что в английском языке «я» пишется с большой буквы. А у нас никогда «я» с большой буквы не пишется, а с большой буквы из личных местоимений пишется только «вы». То есть мы только показываем наше особое уважение, большую букву по отношению к другому человеку. Мы в единственном числе говорим человеку «вы». Хотя это множественное число. А англичане пишут «я» с большой буквы. И для меня это было свидетельством разницы между индивидуалистической культурой и коллективистской. Ну, вот в интернете уже давно, год три назад, появился такой ролик с призывом «я» писать с большой буквы, где было написано «Далой тиранию родителей, хватит запретов взрослых, старших, вернее». Там был, да, старших. Что социальная система прошлого поработила всех, мы должны освободиться от этого. И первый шаг к свободе – это «я» писать с большой буквы. Мы не хотим быть одинаковыми. Наши предки, они все одинаковые, потому что их поработили, и они стали вот одну гребенку, но это мы и я, понимаете? Замятин там «мы». Понятно. Но действительно, мы вытесняла «я» всегда. Нам всегда говорили, что мы коллектив, но это соответствовало коллективистской культуре русского народа. Так вот, первый шаг к свободе – это «я», и мы должны гордо нести свое «я», как знамя нашей индивидуальности и свободы. Я не знаю, может быть, писать «я», но это мы будем другой народ, если мы будем писать о себе с большой буквы, а о других с маленькой. Мне кажется, это будет другое. Восклицательный знак после обращения ушел из главы речи. Мы пишем «дорогая Марья Ивановна» и ставим восклицательный знак. А теперь надо ставить или запятую ставиться, или такой смайлик. Кстати, по поводу уродования обоих языков, конечно, русский язык тоже… Каждый язык, который наводнен заимствованием из английского языка, он приспосабливает их к себе. Но я об этом еще скажу в другом месте. И смайлики, бэджики. Нет в английском языке смайлика. Понимаете, есть смайл и смайли. Но ик, ласкательный суффикс наш любимый, мы любим прицепить к заграничному слову. Парфюмчик. Даже я нашла фрилавчик. Вот, фрилавчик. А слово фрилав – свободная любовь. Потому что смайлик, бэджик – просто наши родные русские слова. Обрусевшие слова, я бы сказала. В то же время, я бы не хотела выступать только с обвинениями. Вот какие плохие англоязычные люди портят нашу культуру, наш язык и так далее. Нет, есть и позитив. Много пришло и хорошего. Во-первых, хорошее, я считаю, это то, что вот большая языковая и культурная вежливость, вернее, языковая вежливость, отражающая культура, она пришла к нам тоже. У нас в отношениях с народом всегда была очень такая резкая, грубая, императивная команда. Не курить, не сорить, по газонам не ходить. Вообще-то императив в виде глаголов в неопределённой форме, в виде инфинитива – это самая грубая форма. Стоять, лежать, бежать. Это собакам команды. И в армии тоже используется. Но когда нам писали «Не курить, не сорить, не ходить по газонам», мы не реагировали. Потому что всем так писали, вроде надо. А сейчас уже очень много, всегда другого. У нас не курят. Спасибо, что вы не курите. А мне прислал один студент химического факультета. И он написал, что он был на какой-то базе, где висел плакат. был нарисован такой страшный небритый кабан в подтяжках, с сигаретой в зубах. И было написано, у нас на базе курит только он. И он написал, что вот я там не заметил никого курящего. Что-то работало. Такая другая форма запрета. Еще я считаю, что у нас много канцеляризмов грубых. В интернете есть очень забавный русско-английский словарь делового общения. Не поленитесь, посмотрите. Очень смешно. Я приведу вам два примера. По-русски. Господи, это опять вы. Перевод на английский. Thank you very much for your email. Понимаете? Большое спасибо. Вместо Господи, это опять вы. Вы читать умеете? По-русски. А тут по-английски You can find this information below. Вы найдете эту информацию ниже. Понимаете? Это юмор. Но вообще-то он отражает. Отражает грубости, хамства чиновников часто. Особенно мелких чиновников. И так далее. Научный стиль. Вот я... Научный стиль у нас всегда был очень строгий. Очень impersonal. Очень такой неличный. Личное все отрицалось. Никогда нельзя было написать я. У нас не писали я. Всегда было мы-скромность так называемая. Вот человек пишет диссертацию, один человек. Но он пишет. Мы считаем. И это в числе прочих мы. В числе королевского мы, мы Николая II. царского мы Royal Way. Вот это было мы-скромность. Что вроде скромности человек. С одной стороны скромность, а с другой стороны ответственность снимается. У нас всегда либо пассивный залог. Было решено, было продумано, было открыто. Кем было открыто, как было открыто. Это вот английская научная стилистика научных работ. А она отличается больше такой какой-то человечностью, что ли. И там присутствует я. Человек, с одной стороны, не выпячивый. Я считаю, что это не выпячивый, а человек берет на себя ответственность. Он говорит, я считаю. Я так думаю. И это совсем другое. Это не я с большой буквы. Это я беру на себя ответственность. Вот я говорю сейчас с вами и беру на себя огромную ответственность. Потому что если бы я говорила о нанотехнологиях, то понимали бы только те, кто знает про нанотехнологии. А я говорю о том, что знают все. И, как же сказал, язык – достояние всех людей. Родной язык. И, соответственно, я не знаю, какие будут отклики на то, что я говорю. Потому что у каждого свое представление о своих правах на родной язык и о своих обязанностях по отношению к родному языку. Особенно то, что я сказала, важно для учебной литературы. Вот понимаете, ну научная литература – ладно. Ну пусть специалисты, там просто есть специальные термины. Она должна быть такой для узкого круга, так сказать. Но, с другой стороны, умение понятное и просто рассказать о сложном, я считаю, чрезвычайно важным. И нам его не достает. И вот меня поразило, что моя любимая книжка детства – «Чудесные приключения Нильса с дикими гусями». Путешествие. Чудесные приключения Нильса с дикими гусями. Сельма Лагерлёв. Что это оказалось, что это был конкурс на лучшую учебную географию. И Сельма Лагерлёв выиграл этот конкурс, написав «Чудесные приключения Нильса». Ну вот представьте, что у нас учебник по географии для младших классов написан вот в таком вот занимательном виде, пока нельзя. Но нужно. Потому что вот это наукообразие, особенно любовь к каким-то терминам, которые очень часто заклывают каким-то таким псевдо-терминам. Термины нужны, без них нет науки. Но с другой стороны, очень часто такие вычурные термины, особенно у гуманитариев, к сожалению, когда каждый учёный считает своим долгом вести новый термин, таким образом не открыть новые понятия, а просто создать ещё один термин. И они создают некую завесу, которая часто скрывает пустоту. Понимаете? А вот сказать просто, ясно, тогда всем понятно, и тогда можно обсуждать. Тогда люди не выходят и говорят, «Ух, какой умный, вот это да, вот это завернул». А выходят и обсуждают содержание лекции. Я считаю, что вот эта вот стилистическая тенденция Запада к большей ясности, и к большей ответственности она позитивная, так же, как и к вежливости. Но я хотела бы вам сказать теперь про что-то другое, а именно повернуть это всё. Значит, я вот сейчас все народы страшно озабочены вот этой глобализацией, которая требует отречения от своих культур и языков и перехода на единый, и в данном случае глобальный английский язык. Но в оправдании ситуации, хочу сказать, вернее, английского языка как глобального, я хочу сказать, что, конечно, и это объективное явление. Английский язык это не достал по блату, не получил за взятку, не так, чтобы там где-то там отличился. Нет. Это язык супердержавы. Английскому языку повезло. Сначала империя супердержавы Британии завоевала полмира, и в 19 веке солнце никогда не садилось в Британской империи, как известно. А потом, когда Британская империя пала, ее изменила другая супердержава, которая говорила на том же самом языке от Соединенных Штатов Америки. Русскому языку, который очень поднялся в Советском Союзе, когда Советский Союз был супердержавой, поднялся в мире, я имею в виду, когда Советский Союз был супердержавой. И поразительно, как с падением Советского Союза тут же пали акции русского языка, и как народ перестал его изучать. И ни великая русская литература, ни Толстой, ни Чехов, ни Достоевский, ни великая культура русского народа, ни история, ничто не могло спасти. Не спасло пока что. Делаются попытки как-то поднять, но у меня грустный опыт, вывод по этому поводу. Мне кажется, что, к сожалению, невеличие культуры определяет значимость языка и выводит его на уровень мирового значения языка мирового значения, а или страх, или коммерция. Страх. Супердержаву все боятся. Поэтому, когда русский язык, Советский Союз был супердержавой, то русский язык изучали и в британской, и в американской армии как обязательный предмет. Это был язык потенциального врага, и он изучался. Поэтому грустный вывод, конечно, что страх важнее, чем великая литература. А второе – это коммерция. Торговать гораздо лучше торгуется, если знаешь язык и культуру, особенную культуру, той страны и того народа, с которым ты ведешь эти все торговые дела. Английский язык стал мировым, стал международным средством общения, потому что за ним стоят супердержавы. Из них Британия с великой тоже литературой, культурой и так далее. А в Соединенных Штатах Америки супердержава самая богатая, самая мощная. Она декорит свои условия сейчас всему миру. Когда была оппозиция, когда было противостояние соответственно Советский Союз и США, соответственно акции немножко упали английского языка. Но когда рухнул Советский Союз, такой взлет, такое сейчас триумфальное шествие по всему миру. И количество изучающих английский язык как иностранный выросло в разы и давно уже превзошло количество носителей языка, речащих по-английски. Я хотела бы сейчас повернуть нашу тему. Мы все сейчас, все народы говорят о том, как они страдают, какое безобразие, как их английский язык, англоязычная культура, американская культура особенно, как подавляет их национальную культуру. Человек существо парадоксальное. Поэтому реакция на эту ситуацию получилась очень интересная. Антиглобалисты сказали, что мы не хотим никакого глобального мира, дайте оставьте нас в покое, мы хотим своим родным языком и родной культурой сидеть у себя в стране. Но, я утрирую, но понимаете. Но даже те народы, которые давно забыли свои языки, вдруг стрепенулись перед угрозой и вспомнили их. Меня особенно поражает Ирландия, потому что Ирландия воюет с Англией веками, веками, и говорит на языке своих врагов. И когда я в 94-м году была на конференции в Дублине, нам там сказали, что только 4% ирландцев знает ирландский язык, но не общается все равно на английском. Но с тех пор прошло вот время, и я после этого через несколько лет получила и самоучитель ирландского языка, и словарь англо-ирландский и так далее. То есть все народы вцепенулись. Раньше всех, кстати, начали валиться жители Уэльса. Они уже лет 50 тому назад стали бороться за свой язык очень такими конкретными методами. Например, если название, географическое название в Уэльсе было только на английском языке, они поворачивали стрелку в другую сторону. И сколько автомобилистов и путешественников по этому поводу приехали в прямо противоположное место. Это только знает Господь Бог. Но это было вполне эффективно. Понимаете, много других было способов. Шотландцы, вот гельские, шотландские, сейчас вообще мода на кельтские языки, кельтскую культуру и курсы кельтологии есть в Московском университете, на филологическом факультете, на нашем факультете, на других факультетах. Сейчас это... То есть такая интересная реакция. Ага, мы тогда вспомним свой родной язык, раз вы угрожаете нашему, которым они уже не пользуются. Что же говорить о тех народах, которые пользуются своим родным языком и которые живут с ним. Теперь я бы хотела сейчас остановиться на том, а есть ли какой-то вред для англоязычных народов. Это гораздо меньше исследовано и гораздо меньше обсуждается. В основном все кричат о том, как национальные языки и культуры в эпоху глобализации страдают от тенденции к глобальному языку и глобальной культуре. А вот про то, что там считается, что англичанам, всем англоязычным народам очень повезло. Их преимущества совершенно очевидны. А им не надо тратить время на изучение английского языка. Они его бесплатно и легко к 2-3 годам получают, так как мы потом никто не можем достичь этого уровня, к сожалению. Но не только это. Экспорт языка приносит огромные доходы. Вы понимаете, огромные доходы. Во-первых, мне кажется, что касается Англии, то все те, кто не нашел своего места в какой-нибудь английской культуре, промышленности и так далее, они по всему миру очень хорошо шествуют и живут в качестве носителя языка. Часто они не имеют никакого специального образования, но те курсы или школа английского языка, которые пишут, что нас преподают носители, носители, такие полубоги, которые, понимаете, уже владеют этим языком, совершенствия, их слушают, хотя, вы понимаете, что вот представьте себе, что вот сейчас вас всех, каждого из вас, пошлют преподавать русский язык. Если русский язык для вас родной, но вы не знаете, как его преподавать. Ну попробуйте. Это же отдельная наука, отдельное искусство, отдельный талант преподавать. И нужно получить образование. А у нас так, носитель, носитель. А у носителей есть большие недостатки по сравнению с иностранным учителем, тем, который знает родной язык и родную культуру своих учеников. Но это отдельная тема, говорить сейчас не буду, просто я хочу сказать, что это огромный доходы, носители по всему миру, учебная литература, миллиардные обороты издательств, которые издают учебную литературу, особенно в Британии. Америка меньше насаждает свой язык, потому что у них много есть других дел, мне кажется, и другого экспорта. Хотя британский вариант сейчас уступает американскому в смысле желанию учащихся. Молодежь больше стремится изучать американский вариант, потому что британский вариант престижнее, а американский практичнее. и в плане карьеры как бы более полезен. Это все их преимущество. Есть ли какой-то вред? Если есть, то какой? Вот сейчас я вам постараюсь успеть сказать, что я обнаружила в этой сфере. Ну, первое, то, что все знают, кто этим занимается, это то, что англоязычные народы перестали изучать иностранные языки. Ну, это понятно. Зачем им мучиться, зачем им время тратить, когда весь мир изучает их язык? И все общаются на их языке. Они перестали изучать язык. Но, знаете, великий Гёте сказал, что иностранный язык надо изучать для того, чтобы лучше понять свой родной. И это правда. Когда вы сравниваете два языка, вы получаете, понимаете их неизмеримо глубже. Вот. И есть такие курьезы, когда приводят британские авторы такой фактор, факт, что датские студенты победили британских, в смысле, сдавался в международный сборник, и оказалось, что британские студенты написали свои эсэ гораздо хуже, чем датские, для которых этот язык был иностранным. Я совершенно не удивлена. Потом еще от этого у них получается, что представители англоязычных народов они избалованы всеобщим вниманием. Понимаете, вы не можете быть равнодушными к тому языку, который вы изучаете. А поскольку весь мир изучает английский язык массово, то на англичан, на англоязычных людей смотрят как на просто каких-то, я вам рассказала, полубогов, которые вот-вот можно записать новое выражение, можно узнать, можно услышать. Вообще вы не можете быть равнодушными. Это очень важный способ привязать к стране. Кстати, лучшие партнеры наши по сотрудничеству международному в Америке были те люди, которые были в армии и учали там русский язык. Потом стали деканами, пошли в образование. Вот замечательный один у меня есть друг и бывший партнер по сотрудничеству декан университета в Колорадо-Денвере, который в армии, поскольку он был бедный, пошел в армию, чтобы поступить бесплатно, учиться, потом в университет, стал профессором, лингвистом, и русский язык для него учил в армии. И для него Россия, возможность приехать сюда и сотрудничать, она была как луна, понимаете, тогда, недостижимая. И вдруг она все открылась. И они замечательно сотрудничают с нами. То есть они избалованы всеобщим вниманием. Особенно грустно, когда это у преподавателей, особенно у тех, которые действительно не получили специального образования. Я первый раз поехала в Англию на стажировку по британскому, на стажировку от британского совета. И первый визит был в Стретфорд. Я знала все про Стретфорд. Я выучила его, когда была студенткой, изучила английский язык, потом уже 13 лет преподавала по тому же учебнику текст визит Стретфорд. И я ехала ослепшая от эмоций, оглохшая от них же и могла работать экскурсоводом в Стретфорде, потому что я все знала про Стретфорд. А в ремне на международной конференции одна коллега, которая преподавала английский язык в Африке, она сказала, что вот ее студенты знают все про Стретфорд и Кембридж, но совершенно не знают ничего про свою Африку. И это тоже оборотная сторона медали. Поэтому я вот считаю, что при изучении иностранного языка нужно как можно больше изучать свой родной мир. Параллельно надо изучать русский мир, а не останавливаться на том, что вы выучили в школе. Потому что если теперь мы вступили в эпоху открытого международного общения, который для нас новинка, мы были закрыты для мира, теперь мир открылся. Значит, нам не просто нужен иностранный язык, чтобы читать книжки, а для того, мы можем общаться реально. Для общаться с нами мы будем интересны нашим партнерам по международному общению. Не знанием их мира, это нам нужно, чтобы понять их глубже и лучше, а знанием нашего мира. Они не будут, англичане и французы, немцы и китайцы не будут с нами общаться для того, чтобы узнать от нас про китайскую историю или французскую литературу. Понимаете, они захотят узнать про нашу жизнь. А у нас проблема в том, что все учат язык, а про себя уже ничего не знают, а когда общаются, выглядят глупо и плохо. Это очень важное открытие, не побоюсь этого слова, что нужно параллельно изучать, потому что у нас есть серьёзная тенденция, что вот надо учить суффиксы, префиксы, грамматику, всё это правильно, но это очень далеко от реального общения, от эффективного, от реального общения. Значит, не учат иностранных языков, а от общей избалованности, такого повышенного внимания к себе образовалась такая лингвистическая элита. Это не я сказала, это сказал Дэвид Кристалл, который, я считаю, самый крупный сейчас специалист, английст. И поскольку он валиец по национальности и живёт в Уэльсе, но блистательный совершенно знаток и специалист по английскому языку, он хорошо понимает проблемы и других народов тоже. И он сказал, что образовалась лингвистическая элита, которая использует знания английского языка в корыстных целях и для манипуляций всякого рода. Вот второй такой минус. Английский язык как глобальный, он стал международным всеобщим достоянием. И от этого произошли две большие неприятности. Или, во всяком случае, ему угрожают большие неприятности. Понимаете, англичане, как бы англоязычные, я всем говорю англоязычные, это неправильно. Англоязычные народы отдали свой язык всем другим народам. Он стал международным, глобальным. И стал всеобщей собственностью, всеобщим достоянием. Но дело в том, что во-первых, каждый язык, он не только забор, отделяющий народ друг от друга. Вавилонская башня. Понимаете, вот мы говорим на одном языке, а не на другом, все, мы отгородились, ничего про них не знаем. Но в эпоху глобализации пришло осознание того, что язык национальный, народный, еще и щит, он не только забор, разделяющий народы, он еще и щит, который защищает нашу национальную совобытность и нашу национальную идентичность. Английский язык теряет свою функцию идентификации нации. У него есть функция общения, которую он блистательно выполняет и для своих, и для чужих. Но вот функция идентификации нации, то есть получается, что щит у англоязычных народов стал очень тонкий, стеклянный, почти прозрачный, понимаете, он их не закрывает. И это напоминает вот эти кошмарные передачи там, что-то за стеклом там и так далее, когда все видно. Это очень, мне кажется, неприятно и повлечет за собой очень серьезные последствия. И второе, это, значит, первая неприятность, которая есть у английского языка, как у глобального. И есть и вторая. Это то, что отданный всем другим народам, ну, я об этом уже говорила, только упомяну, английский язык уродуется. Каждый народ подделывает его под себя. Поэтому словосочетание World Englishes, всемирные английские, оно сейчас очень распространено. И журнал есть такой, и сборники выпускаются, есть индийский английский, есть испанский английский, испанглиш, чинглиш, китайский английский, ринглиш, раши ниш, и так далее. И каждый язык, и я уж не говорю про фонетику, наши мерчендайзеры, сер, и так далее, все подделывает про себя. Ну, и лексика. Мы же переосмысляем, употребляем в другом значении, уродуют собой. А интернет, опять же, пробоина, как скажет Дина Скворцова с факультета журналистики интернета. Гуглить. От Гугла. Гуглить, погуглил, погугли, и так далее. Я вот уже говорила про смайлики и беджики, но беджики, правда, то же самое, понимаете, мы подделываем их под свой одно язык, прицепляем к ним свои куфиксы, свои окончания, делаем из них свои глаголы, меняем ударение, и так далее, и так далее. То есть, уродуются оба языка. У меня есть хорошая цитата, которую я немножко поздно обнаружила, ну, вот она, про то, что создается определенная лингвистическая элита из носителей английского языка. Американский политолог Дуглас Ламмис, приехавший на работу в Японию, написал так, он был поражен уверенностью американцев, преподавателей языка, в своем культурном превосходстве. И в статье под названием «Беседа на английском как идеология» он писал, что мир разговоров на английском языке это российский мир. Выражение носителей языка это зашифрованное слово «белый». Их подлинная миссия не преподавать английский, а быть живым образцом американского образа жизни. Вот как говорят об этом англоязычные люди. Четвертое угроза или опасность дело в том, что английский как глобальный это же ведь в общем-то не английский язык, не натуральный британский, не натуральный американский. Это некий усоединенный, упрощенный, дистиллированный английский как иностранный так же как и русский как иностранный сокращен даже КАИ. И учебники эти все это все-таки есть в учебной литературе есть такой термин прагмалингвистический стиль и этот лингвистический стиль это стиль учебника. Языком учебников по английскому языку сами англичане конечно не говорят, он дает основные все знания и хорошо и правильно. Но я считаю, что для иностранцев это правильно, так и нужно. Знаете, кесарю кесарево, а иностранцу иностранцеву. Есть много вещей, которые иностранцу не позволены. Вот их нужно понимать, но самим не употреблять. Я против того, чтобы употреблять сленг, идиомы, все вкусное, сочное, интересное. Это не для иностранцев. Потому что, когда на русском языке говорят иностранцы и говорят на одном конгрессе хороший иностранец хорошо знал русский язык, он сказал, нет, меня на вороном не объедешь. Кроме него никто эту поговорку уже не знал и не употреблял. Поэтому она вызвала такое хихиканье зала некоторое. Это смущение, я бы даже сказала, зала. Вот с иностранным языком мы всегда там в гостях. И поэтому не надо себе позволять лишнего. Это производит дурное впечатление. И последнее. Знаете, народ не любит супердержавы. Все любят свою родную и не супердержаву. Свой родной язык, свою родную культуру. А супердержавы раздражают. И нас не любили. Правда, когда мы урохнули, нас не полюбили за это. Стали совершенно по-другому относиться. Не буду говорить слова. Так вот, негативную окраску английский язык приобретает. Из-за того, что это язык супердержавы, из-за того, что он господствующий. Это вызывает неудовольствие. И тех языков, которые были господствующими, французский, немецкий, русский, и тех, которые никогда не были, но все равно свой язык любят, уважают, ценят и так далее. И международная политика США, она вызывает недовольство многих очень народов. И, соответственно, английский язык становится языком агрессора. Вот это те минусы, которые у меня получилось шесть, которые я вижу. Что касается будущего, оно непредсказуемое, и я не гадалка, чтобы вам сказать. Гибель языков, мне кажется, она может произойти, но не вытеснение полное, вот, глобальным языком. Если произойдет, то это будет чрезвычайно нескоро, но я думаю, что это вообще не угрожает. Могут быть разные варианты, они обсуждаются, может быть, английский язык распадется на другие языки, как когда-то романская семья языков, славянская семья языков образовались, может быть, все встанет. Это вообще самый лучший способ преодоления всех проблем глобального языка, глобальной культуры, это изучение иностранных языков, к чему я вас всех и призываю. Благодарю за внимание. Здравствуйте, меня зовут Михаил, вот, и я хотел затронуть просто тему ненормативной лексики, вот, которую вы говорили в предыдущей лекции. Вот, я считаю, что это все-таки часть русской культуры, потому что многие знаменитые поэты писали стихи с обилием ненормативной лексики. Вот, я только недавно прочитал толстенный сборник с этими стихами. Вот, как вы считаете? Ну, я знаю, Пушкин, Барков там и прочее, да? Что я могу сказать? Если мы говорим о культуре, в том смысле, в котором я с самого начала определила ее как нечто этнографическое, антропологическое, образ жизни, то, конечно, нецензурная лексика это определенный пласт культуры в нашей жизни, потому что она существует, она имеет свои слоеупотребления. Я, например, знаю, что это способ снятия стресса, так сказать. Вот, если человеку больно или он там стукнул по пальцам вместо гвоздя, то он может вполне вот сказать, ну, если он владеет этой лексикой, то он, соответственно, скажет, это у него выскочит совершенно естественно натурально, ему, может быть, станет меньше больно. Я это признаю. Но мне кажется, поскольку литературный язык это вообще достояние нации, это высокий уровень развития нации, есть много народов, у которых нет литературного языка и нет норм, нет нормативов, поэтому это высокое достижение, высокий уровень культуры, создание норм. Нормативный русский язык не позволяет нецензурных выражений, потому что большинство из них чрезвычайно оскорбительных. Это стерлось, но это называется мат, матерные слова, потому что самое сильное оскорбление, чтобы человека поглубже задеть, это покуситься на стула, на мать. Понимаете, матерные слова. Мы знаем с вами ругательства, правда, к счастью, я надеюсь, не употребляем. Не знаю, это несомненно часть культуры, но это та часть культуры, которая должна быть за пределами публики, общественным забором. Понимаете? Пожалуйста, дома у себя там, если у вас еще такая же подруга, обменивайтесь сколько хотите нецензурной лексикой. Но публичное я категорически считаю против. И хорошо, что вынесли поправки в закон по русскому языку. Спасибо.